Друзья, всем большой привет! Сегодня мы с вами познакомимся с образом солдата будущего, опубликованного в американской прессе в 1959 году. В отличие от других концептов того времени, представленный костюм получил реальное воплощение, а не остался на бумаге. Итак, давайте познакомимся с солдатом будущего по версии 1959 года. Цитирую, «С развитием тактического ядерного оружия и возможности его применения на любом поле боя, Центр экспериментальных разработок армии в Калифорнии работает над созданием вооруженных сил, способных обеспечить победу в новых условиях ядерной войны. Центром была создана экипировка солдата будущего. Это боец, способный сражаться как в одиночку, так и в составе небольших групп на широком фронте и в длительных операциях. Солдат будущего будет рассекать по полю боя на машине, оказывающий нулевое давление на грунт, либо на летающей платформе, либо в составе экипажа на летающей машине. Когда он покидает свое транспортное средство, то индивидуальный прыжковый пояс поможет ему выполнить задачу и преодолеть небольшие препятствия на местности, а также водные преграды. Управляемый прыжковый пояс дает возможность перемещаться по полю боя в любых направлениях и повышает мобильность солдата. Одним из элементов униформы является легкий, полностью транзисторный радиоприемник, размещенный на шлеме. С помощью этого приемника солдат будет поддерживать связь с другими бойцами своего подразделения. Поскольку боец должен действовать с одинаковой эффективностью как днем, так и ночью, он будет оснащен инфракрасным биноклем, который в сочетании с инфракрасными фарами или прожекторами на машине облегчит перемещение по полю боя. Солдат будет носить специальный компактный метаскоп, предназначенный для обнаружения источников инфракрасных лучей. Благодаря небольшим размерам метаскопа его можно носить подобно биноклю. Для обеспечения максимальной защиты от тепловых лучей после ядерного удара солдат снабжается лицевой маской, а также плотными перчатками. Защита от летающих объектов, шарапнели и стрелкового оружия обеспечивается многослойным нейлоновым жилетом и паховой броней. Дополнительную защиту обеспечивают специальные взрывные заряды, которые переносятся на спине. В случае угрозы ядерного удара, а также при условиях, что бойца заранее предупредили, он использует специальную взрывчатку для оборудования экстренного окопа. Образовавшиеся дыра обеспечат защиту ниже уровня земли. Наконец, финальный элемент защитного снаряжения – специальные ботинки, защищающие бойца от просачивания радиоактивной пыли и воды. В качестве личного оружия солдат будущего используют винтовку М14 калибра 7,62. Однако современные технологии, используемые военными научными группами, в конечном счете обеспечат солдата новым чрезвычайно легким, но при этом высокопрочным оружием. Это оружие в сочетании с другим вооружением, находящимся в настоящее время в разработке, избавит солдата будущего от рукопашных схваток и штыкового боя. Представленный образ солдата будущего не является точным, но он прекрасно демонстрирует облик бойца 60-х. Как мы видим, основной упор в концепте был сделан на защиту от ядерного вооружения. Мне понравилось, что разработчики программы не ушли в совсем далекое будущее, прыжковый пояс действительно разрабатывался в то время, равно как и специальные взрывные заряды. Также активно шло развитие разного рода летающих платформ, но, как мы знаем, реальность внесла свои коррективы. А как вам подобный концепт? Поделитесь своим мнением в комментариях. Продолжение следует...